МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом мы прямо сейчас будем разговаривать с нашим утренним гостем в студии Ксения Алексеевна Айтакова, руководитель фракции КПРФ Законодательного собрания Пермского края. Доброе утро. Доброе утро. Итак, детский отдых в оздоровительных лагерях. Часть затрат родителей компенсирует город. Правильно же я понимаю? Правильно. Сертификаты. Я так понимаю, что основные проблемы касаются вот этого как раз. Да, действительно, правильно понимаете. И, кстати, город принял на себя героическое решение компенсировать часть родительских затрат на оздоровление их детей. Но решение героическое не до конца выполнено, как получилось в городе Перми. Сертификат предполагает выдачу нематериальных денежных средств на оздоровление. То есть, либо это лагерь летнего пребывания, либо это загородный лагерь. Там уже определяет сама семья ребенка. Наши семьи города Перми столкнулись с тем, что при их активном желании оздоровить своего ребенка, они не могут этого сделать. Не могут восползоваться своим правом на получение этого сертификата. К сожалению, еще в середине мая закончились они. Не хватило... Недостаточно заложили. ...денег. Просто-напросто весь ресурс был исчерпан. Это связано с тем, что власти города Перми просто не посчитали всех. Они просто не были готовы к тому, что такое большое количество семей захотят воспользоваться этим сертификатом. В основном это многодетные семьи, семьи, где дети находятся в социальном опасном положении, это семьи, где матери-одиночки и так далее, и тому подобное. Ну и наравне с этими, так скажем, особыми семьями в Пермском крае, в Перми, есть и просто семьи, которые тоже хотят оздоровить своего ребенка. То есть и у них этой возможности нет. Но помимо того, что есть люди, которым не хватило сертификатов, с проблемой столкнулись, и те, кто их получил, но не успел... Это еще один подводный камень, о котором наши семьи не знают. Дело в том, что те, кто получили сертификат, они, некоторые сразу узнали, некоторые чуть позже, должны реализовать его за 14 дней. Вот это большая проблема для тех особенно, кто либо получил его в апреле месяце, а отдых начинается, например, даже при школе, начинается с 1 июня, и школа еще не готова была принять их сертификатами, потому что они еще не понимали свою программу оздоровления летнего лагеря для школьников. И проблемы для тех, кто планировал этот отдых, например, на июль или на август. То есть там тоже их еще не ждали с этими сертификатами. Вот об этом нашим почему-то семьям тоже не сказали. И никто не знал, что на этот год вообще будет закладываться такой короткий срок реализации этого сертификата. Ограничены. Ограничены своих возможностей. Семьи получились между двух огней. Рано получишь, не успеешь реализовать за 14 дней, поздно пойдешь получать, не хватит. Да. То есть наши люди уже достаточно современные, не хотят этой очереди в тех же отделах соцзащиты. Они все спланировали, решили воспользоваться чуть попозже своим правом. И имеют на это право. Но, к сожалению, на сегодняшний день они этого не могут сделать. Есть ли какие-то пути решения, выхода из этой ситуации между полотом и наковальней? Администрация предлагает нашим многодетным семьям написать заявление о согласии на то, чтобы им в дальнейшем предоставили компенсацию их отдыха. Звучит неплохо. Звучит неплохо, но есть одно тоже но, которое достаточно весомое. Это получается обещание, которое, может быть, когда-нибудь будет выполнено. Дело в том, что на сегодняшний день нет нормативно-правового акта, который регламентировал бы эту выплату. То есть нет этого механизма. То есть если подпишут этот документ, непонятно когда, в каком размере, как вообще все это произойдет? Правильно? Вообще непонятно. Никому. Вот это да. И семьям, и в том числе администрации города Перми, которая и занимается этой реализацией, этой программой, этой компенсацией. То есть они не знают, какое количество детей, соответственно, они не знают, сколько денег непосредственно нужно будет. И при этом есть еще одна проблема. Наши дети на сегодняшний день, их родители не знают, куда отправить своего ребенка. Даже те, кто получил сертификат, столкнулись с другой проблемой. Не все летние оздоровительные лагеря работают с этими сертификатами. И количество лагерей, к сожалению, в этом году сократилось в городе Перми и по Пермскому краю, где принимают эти сертификаты. То есть вроде бы есть желание, вроде бы есть возможность, даже те, кто получили сертификаты, но вот реализовать свое право пойти некуда. Немного мест, где ждут с распростертыми объятиями сертификатами. И что делать, что делать для того, чтобы эту ситуацию как-то решить? Хорошо, проблему обнаружили, есть некоторые системные, скажем так, ошибки и просчеты. Что теперь будет с этим происходить? Вот со стороны КПРФ мы открыты всегда к диалогу. И об этом мы говорим со всех экранов телевидения и во всех средствах массовой информации. Если нужна помощь со стороны законодательного собрания, то фракция КПРФ готова и ждет обращений со стороны именно администрации города Перми, потому что это их полномочия. Если нужны дополнительные средства из казны Пемского края. На реализацию этих полномочий. Если это необходимо урегулировать только лишь на уровне Пермской городской думы, то там тоже у нас есть депутат-коммунист, который точно так же с таким же рвением готов и возьмется за решение этой проблемы. То есть, пожалуйста, если действительно нужно ускорить этот процесс, депутаты всегда открыты. Но при этом, еще раз повторю, необходимо в кратчайший период принять этот нормативно-правовой акт, чтобы наши родители не были в заблуждении, чтобы они были точно уверены, что эта компенсация для них будет, если такой механизм будет. А проще дополнительно выйти на очередном заседании Городской думы с изменениями в их бюджет, где распределить между статьями и выделить дополнительные средства. Не нужно людям обещать. Если честно, они не очень верят в эти обещания. Это точно. Лучше на самом деле получить вот этот сертификат, вот эту бумажку сейчас. Поэтому лучше сделать так, как хотят жители города Перми, а не так, как это удобно администрации. Эта готовность к диалогу, это прекрасно. Куда приходить людям со своими вопросами и где дадут разъяснения? Мы будем рады видеть всех. Либо это во фракции КПРФ в законодательном собрании Пермского края, Ленина 51, офис 613. Либо будем очень рады видеть в нашем отделении Краевого комитета по адресу Ленина, дом 38, 5 этаж. Там всегда все найдут ответы на свои вопросы. Спасибо вам большое, что нашли время к нам прийти и поделиться такой важной и очень полезной информацией. Всегда пожалуйста.